Добрый день! Сегодня у нас безликая белая коробочка, на которой нет никаких опознавательных знаков. Внутри что-то есть. Откроем и видим такое вот пластиковое чудо. В коробочке кроме кубика был еще пакетик, но нам, наверное, не интересен, как и сама коробочка. Если присмотреться к головоломке, то можно на угловых элементах заметить выдавленную аббревиатуру AJ. И можно предположить, что это производитель. Наверное, так и есть. Поскольку продается в магазинах под названием AJ Bombax Ceiba Cube. Ну, у Ceiba такой цветочек есть, и, наверное, это похоже на цветочек. Ну, особенно в перемешанном состоянии, если какие-нибудь узорчики тут сделать, наверное, будет. Это не новая головоломка, но почему-то она не получила какой-то популярности и далеко не везде продается. Я уже давно ее приметил, и вот пришло время приобрести, и пришло время ее показать на моем канале. Что это такое? Да, вполне понятно, что это аналог головоломки Mosaic Cube от компании Lanlan. Которая в свою очередь является осложненной версией обычного Ready Cube. Вот есть от компании Moe. Или магнитная версия от Yuxin. Ну, вот у нас Mosaic Cube, и вот у нас Ceiba. Ну, Ceiba Cube, наверное, будем его называть. Будем их сравнивать. Lanlan выпустила Mosaic Cube. Насколько я знаю, это единственная серийная модель подобной головоломки. Как происходит вращение? То есть, есть у нас два слоя, ну, у одного уголка, которые вращаются. Ну, и уже видно, чем отличается Ceiba. Это то, что есть еще вращающийся вот этот уголок. И, казалось бы, на что в нем такого? Смысл вот в этом уголке? Его просто ставишь на место, и все. Они же друг от друга не отделяются. Но здесь есть еще дополнительный элемент. Если мы сейчас как-нибудь повернем, чтобы его было видно. В данном случае он желтый. Маленький, вредный элемент, который можно сразу не заметить. Именно он добавляет немного сложности головоломки. По сути, это остается тот же самый Mosaic Cube, но который надо собирать немножко аккуратней. Это то, что касается строения. По вращению. Изначально тот же самый Mosaic Cube крутился плохо. Что произошло спустя время, он также плохо крутится, а, возможно, чуть получше. То есть, вот я все хотел на нем сборку 100 открутить, но, честно, терпения не хватает его ни скрамплить, ни собирать. Так себе сделано, а настроить у меня пока не получилось, да, особо я и не пытался. Если возьмем Цейба Бомбекс Куб, то изначально из коробки вот такие вот большие уголки, вот все слои, вращаются более-менее неплохо, а вот такие вот двойные слои вращаются практически никак. То есть, с большим-большим трудом. Чтобы вращать вот эти вот уголки, приходилось прикладывать много усилий. Эти маленькие уголки, они до сих пор с трудом вращаются, но это уже не так важно, их не так часто нужно крутить. Достаточно одного раза за сборку повернуть, и все, все время они разработаются. Но вот именно вот эти вот слои крутились очень плохо, и казалось, что головоломка обречена. Но я добавил немного смазки, белый мару, и сделал несколько сборок. И что можно сказать? Вот эти вот слои стали вращаться ничуть не хуже, чем у обычного Рэди. Конкретно вот на этой модели они даже чуть помедленнее вращаются. Здесь можно вот как Рэди его собирать. Ну, может, не лучше, но, по крайней мере, достойно. То есть можно перемешивать чисто как Рэди и на нем учиться тренироваться. Вот эти разработались, двойные слои, и стали вращаться приемлемо и даже комфортно. То есть не надо пугаться первых впечатлений, и как головоломка изначально из коробки очень плохо вращается. Приработается для этого. Ну, сборок 10-15 на ней надо сделать. И будет уже гораздо лучше. И с каждой сборкой будет все лучше и лучше. То есть пластик такой притирается со временем. Да, вот эти вот логотипы иногда вызывают усмешку. Вот с каждой стороны AJ. Видимо, это и сголоволомка этого бренда. Ну, по крайней мере, я больше ни одной не знаю. Ну, вот редкие углы, которые без лого. А так, вот здесь вот два логотипа. Здесь три логотипа. Ну, мало ли, чтобы никто не украл. Ну, как бы вот такая вот гломка. В чем же особенность сборки? Ну, особенность в том, что нужно следить за этими маленькими элементами. Давайте начнем с какой-нибудь белой стороны. По традиции, соберем все-таки. То есть первым делом нужно вот этот усик-то собрать. И потом его не рушить. Соберем. Ну, только белую сторону. Можно, конечно, все собрать. Но я в итоге пришел к тому, что это не требуется. Белый. Еще белый. Вот. Собираем. Все белое. И вот здесь. Так, так. И отводим все на одну сторону. На этой, значит, будет у нас белая сторона. Далее, так же как в мозаик-куве, нужно собрать вот эти вот ребра из трех элементов. То есть, кажется, что это два отдельных элемента. На самом деле, это один целый. Ну, так же, как и здесь. Желто-зеленый, это не разделяется. Они всегда путешествуют вместе. С чего начнем? Вот, к примеру, красный, розовый. Ну, вот розовый. То, что не касается нижней грани, спокойно вращаем. Как нам удобно. Вот мы собрали белый-розовый репро. И я сразу поставлю его на место. Ничего сложного. Дальше. Зеленый. Вот, белый-зеленый. Соединяем. Соединяем. Белый-зеленый собрался. И как в рейде ставим на место. Есть? Есть. Белый-красный у нас тут. Поищем. Белый-синий. Где белый-синий? Белый-синий здесь. Объединяем вот эти два элемента. И еще вот здесь. Так. Так. Вот так. Ну, и чтобы ничего не сломать. То есть, сейчас сборка точно такая же, как в обычном мозаике. А если мы сначала выровняли вот эти вот три элемента в один ряд. Ну, и что у нас остается? Вот они. А здесь можно сделать вот так. То есть, пиф-пафами. И вот так. И поставить на место. Собрали первый слой. Теперь, прежде чем собирать ребра второго слоя, мы сначала также выровняем сверху. Вот эти вот желтые. Можем их не устанавливать на свою грани. Главное выровнять. И теперь будем стараться их не разрушать. Я буду игнорировать ребра желтым цветом, чтобы собрать нижний слой. И как мы это делаем? Если был бы у нас мозаик-куб, мы бы просто сделали бы вот так. Вот у нас ребро. И поставили его куда-нибудь на место. Например, вот сюда. Все хорошо, удобно. Но если мы присмотримся, мы уже сломали вот это вот построение. Если в начале сборки второго слоя это не так уж и важно, легко чиниться, то чем дальше к концу сборки, тем это существеннее будет влиять на все остальное. То есть, как лучше поступать? Вот у нас вот это ребро нужно дособрать. Это нужно переставить вот сюда. Желто-красное собрано. Ну, по жертвам пока им. Делаем пиф-паф. Те же самые пиф-паф, которые делали в конце сборки мозаик-куба. И теперь вот это ребро уже ставим на свое место. Вращать вот эти вот большие углы по три слоя можно безболезненно и безопасно. Дальше. Опять же, хочется сделать вот так, но мы тут все переломаем. Поэтому будем поступать аккуратнее. Ага, аккуратнее. Пиф-паф и делаем. Такой вот немножко хитрый. Как-то вот так. Вот у нас собралось. Теперь, чтобы вот этот поставить сюда. Делаем. Так, так, так. И вот так. Что остается? Синий-красный. Вот так все хорошо собралось. Дошел ломать, жалко. Ну, давайте пожертвуем. Немножко лукапит, конечно, но терпимо. И остается вот это вот собрать. Опять пиф-паф. Такой вот. И ставим синий-красный на место. Еще. 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 И вот у нас второй слой собрался. Достаточно интуитивно. Просто надо быть немного аккуратнее. Ну, а здесь уже, как в обычном мозаик-кубе, все и дособерем. Видимо, одно ребро целое. Я его сразу поставлю на место. А с этими уже будем работать. Ну, кстати, вот основные ребра тоже по местам встали. Поэтому за пару пиф-пафов все тут дособерется. Сначала этот. Ну, и теперь вот этот розовый. Несмотря на то, что это чуть более сложная головоломка по сравнению с мозаикой, мне кажется, ее может собирать чуть быстрее, из-за того, что она комфортнее вращается. Головоломка не сложная и интуитивно понятная. Главное, чтобы не игнорировать вот эти маленькие элементы. А то, ну, получится не собранная. А так, если немножко покрутить и притереть, головоломка выращается достаточно хорошо. Рекомендую. Не сложно. Если хотите вот немножко поломать голову, то вполне. Особенно, если у вас нет мозаик куба. Очень похожи головоломки. И, по сути, функционал цепы Bombux повторяет мозаику. Так что, вот такой вот Сейба Bombux куб. А у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.